Здравствуйте! Сегодня я вам покажу очень подробный мастер-класс по переплету развивающей книжки. У меня на канале уже есть несколько таких видео, но сегодня будет именно все очень подробно и в одном видео. В предыдущем видео я вам показала, как обработать бейкой страницы. Сегодня будет переплет. Я для вас подготовила один файл в формате PDF, второй в Excel. Сначала расскажу по поводу PDF. На первой странице расчет бейки, на второй странице вы найдете расчет по внутреннему переплету. И сейчас покажу, как здесь все рассчитать. Итак, здесь у меня A. Это первая страница. Это высота страницы. В моем случае это 16 см. Значит, я здесь себе пишу 16. 16 минус 4 умножить на 2 плюс 3. То есть, в моем случае это 12, 24, 27 см. Это мне нужно вырезать ткань для внутреннего переплета. По поводу ширины. Пи у меня это пара страниц, сшитых между собой. То есть, это именно лист книжки. Здесь страница, здесь страница, пара страниц. У меня это 5. То есть, 1, 2, 3, 4, 5. Пишу 5. Теперь считаю по формуле 5 минус 1, 4, 4 на 4, 3 см. Уходит мне 17,2 см. Вот это значение можно и не считать, а можно посмотреть вот здесь. Посмотрите, какая у вас Пи. У меня Пи 5. Иду сюда Пи 5, вырезаю 172 мм. То есть, 17,2 см. То есть, считать вам придется только вот это. Я посчитала до 6, так как это уже, мне кажется, максимальный размер листов страницы. Теперь, из ткани для внутреннего переплета. Вырезаю отрез размером 17,2 см на 27 см. 27, 17,2 см. Также здесь я отметила линию сгиба. И вот здесь это припуск на шов. То есть, я оставляю по 1,5 см припуск на шов. Внешний корешок. Для внешнего корешка вырезаю деталь из дублерина и из ткани. Также подставляю сюда все свои значения. Например, A у меня это размер страницы. Высота страницы у меня 16. Пишу 16, минус 3, 13. Далее, для ширины дублерина беру C. C это толщина книги. У меня 4,5 см. Плюс 2,2 см. Выходит 6,7 см. Далее, ткань для внешнего корешка. Также подставляю сюда свои значения. D, вот он, 13 у меня. Плюс 3, 16. Далее, для ширины. Также беру 2 умножить на I. I здесь у меня 6,7. Плюс 2, 15,4 см. И записываю сюда. Я сделала на всякий случай ячейки. Вдруг вы захотите записать. То есть, у меня получается D13, A16. Здесь 4,5 см. Здесь у меня вышло 6,7 см. И здесь F у меня 16. И G 15,4 см. Для внешнего корешка из дублерина я вырезала отрезок размером 13 на 6,7 см. Также ткань для внешнего корешка размером 16 на 5,4 см. Здесь также я вам отметила, где будет сгиб. То есть, я на припуски даю сверху, снизу по 1,5 см. Припуск сбоку один будет только 1 см. Поэтому смотрите, где у вас ширина, где у вас длина. Если вы не хотите считать, я также подготовила файл в формате Excel. Качайте этот файл. Заполняйте только желтые ячейки. Они будут вот здесь. Вот эти три. Остальные все заблокированы. И сюда вставляйте свои данные. Высота страницы я написала 16. Толщина книги у меня 4,5. Количество листов книги 5. Я здесь все заполнила. И мне все посчитала здесь. То есть, то же самое, что здесь. Но здесь будет у вас за 1 секунду вам все посчитать. Те же самые значения. Внутренний переплет. Возьмите ткань. Сложите пополам. Лицевой стороной внутрь. Далее. Мне необходимо прошить вот здесь на расстояние 1,5 см от края. Я сколю вот так, чтобы не двигалось. И нарисую себе линию строчки. Чтобы точно было у меня все здесь по расчету. Чтобы узнать вот эту часть, это просто будет А-4. То есть, А у меня 16, а минус 4, 12. У меня вот здесь должно быть 12 см до строчки. И 1,5 см после строчки. Я беру линейку. Отмечаю себе 12 см. Это А-4. Вот это значение. Совмещаю линию на линейке с сгибом ткани и рисую линию. Я использую специальный карандаш для ткани. Он смывается. Можно или мелом, или исчезающим маркером. Прямая строчка. Длина стежка у меня на тройку стоит. Разутюжьте шов. Выворачиваю шов приблизительно посередине и опять приглаживаю. Теперь такое дело. Если у вас, например, 4 листа или 6 листов в книге, тогда делайте следующим образом. Возьмите линейку для глажки. На линейке отметьте 43 мм. И каждый раз вот так по линейке сложили. 43 мм. Пригладили. После сгиба опять 43 мм. Пригладили. Если у вас в книге 3 листа, тогда вам нужно только вот так сложить пополам и приутюжить один раз. Чтобы здесь была метка. Вот этот сгиб. Если у вас в книге 5 листов, как и в моей книге, тогда делаю следующим образом. Складываю пополам. Сторона со швом смотрит наверх. То есть внутри сторона без шва. Складываю пополам. И придавливаю утюгом с паром. Открою. Вот так. Теперь складываю, совмещаю сгиб ткани, вот эту метку, с срезом переплета. Вот так. И придавливаю. Также с этой стороны. Вот что у вас должно получиться. Вот эти метки. Это как раз метка для каждого листа книги. Сюда идет передняя обложка, лист, 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 задняя обложка. Шов здесь. На внешний корешок у меня будет крепиться игрушка. И для нее я сделаю вот такую петельку. Для этого я вырезала отрезок ткани размером 6 на 7 сантиметров. Теперь сложу и прострочу, просто чтобы зафиксировать. Складываю таким образом, не совмещаю срезы, а оставляю буквально вот так зазор миллиметра 4 может быть. Перед тем, как вырезать детали из ткани, обязательно ткань постирайте и прогладьте. То есть вырезайте все детали уже из проглаженной ткани. Поскольку у меня здесь разница всего 6 миллиметров, мне нужно, чтобы по высоте ткань была 16 сантиметров. Так, у меня тут как раз 16 сантиметров. Так, возьмите ткань для внешнего корешка, сложите пополам, ровно совмещая здесь, и немножко вот так придавите пальцами. Теперь приклеиваю дублерин. Нахожу здесь середину. Итак, ширина у меня здесь 15 миллиметров. То есть нахожу середину и отмечаю вот здесь как раз эти 15 миллиметров. Складываю. Если у вас на ткани есть рисунок, как у меня, вот так именно будет корешок. То есть мне сейчас петельку нужно пришить сюда. Сторона ткани, которая продублированная, она и будет передней частью корешка. Так, совмещаю срезы, метки. Так, шью прямой строчкой вдоль линии дублерина 1 миллиметр вправо. То есть не впритык дублерину. Из клеевой паутин вырежу прямоугольник размером буквально на пару миллиметров меньше, чем корешок. Кладу клеевую паутинку на дублерин. Также паутинка заходит на припуски. Накрываю тефлоновым листом и придавливаю. Остудить и снять тефлоновый лист после этого. Режу немножечко уголки. Я установлю лапку для соединительной строчки, чтобы сделать отстрочку на корешки. Именно вот эта лапка поможет сделать отстрочку очень ровно. Нитки, которые возле открытого среза, я просто срезаю. Теперь мне нужно сделать отметки для переплета. Беру первую страницу. На стороне обложки делаю отметки по 1,5 см от этого края, 1,5 см от этого края. Внешний корешок у меня 13 см. Высота страницы 16 см. 16-13 см. 3 см. Пополам 1,5 см. Отступаю по 1,5 см. С этой стороны отступаю по 2 см. Высота внутреннего переплета у меня 12 см. Высота страницы 16 см. 16-12 см. 4 см. Пополам 2 см. По 2 см. Внешний корешок на 1 см длиннее, чем внутренний переплета. То есть он будет так перекрывать. Полсантиметра здесь, полсантиметра здесь. То есть теперь делаю отметки по 2 см с этой стороны, со стороны обложки по 1,5 см. Остальные страницы, вот как они лежат по порядку. Вот так. И на этой стороне также делаю отметки по 2 см. Только с одной стороны по 2 см. Буду использовать вот такую линейку с бегунком. То есть я тут отмечаю себе 2 см. И потом везде отмеряю по 2 см. Или используйте обычную линейку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Беру теперь внешний корешок, прикладываю его сгибом направо, открытым срезом налево. Совмещаю срезы на странице, метки, закрепляю. Со стороны страницы уже прикладываю внутренний переплет, шов смотрит наверх. Здесь часть бешва снизу. Совмещаю также метки, которые были на 2 см. Все это вместе соединяю. Иду к машине и прошиваю 1 см от края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И только сейчас пришиваю бейку. Прикалываю здесь булавкой. Именно вот так. Все. Подгибаю и начинаю пришивать бейку, как обычно. Потом выворачиваю и пришиваю уже с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Приступаю к оформлению переплета Итак, вот страница, которая будет идти здесь Переплет снизу, страница сверху Совмещаю сгиб на переплете с торцом страницы Вот так Оборачиваю вот так И здесь как раз вот этот сгиб на переплете Здесь не нужно больше ничего рассчитывать Все готово здесь Все вот эти вот То, что загладила, это уже и есть отметки Совмещаю теперь линию отметки на странице Вот эти два сантиметра С линией сгиба ткани И скалываем Так же и здесь Пришиваю на машине С припуском 1 сантиметр Игла влево Припуск на шов 1 сантиметр Опять-таки все страницы сейчас готовы слева Переплет справа Поверх переплета кладу страницу Обворачиваю Вот эта приглаженная метка идет как раз по торцу страницы И снова скалываю И все Как из предыдущей страницы Теперь завязываю все Вот эти нитки Нижнюю сверху связываю И прячу кончики КОНЕЦ Далее беру последнюю страницу Которая и задняя обложка Прикладываю вот так Совмещаю срезы Метки И вот этот сгиб на ткани На переплете И скалываю Прошиваю Также 1 сантиметр От края И пришиваю бейку КОНЕЦ 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 Из паутинки на бумажной основе Я вырежу полоску Длиной такой же Как и длина внешнего корешка Шириной около 80 мм И сейчас сделаю отметки По полтора сантиметра С левого края И вот здесь С правого края Также с помощью бумажного скотча Сделаю здесь вот так отметку Приблизительно 2 мм От вот этой предыдущей строчки И приклею Клеевую паутинку Вот сюда На внутреннюю сторону Корешка Если у вас нет Клеевой паутинки На бумажной основе Тогда из обычной Клеевой паутинки Вырежьте полосочку Приложите вот так Сверху накройте Тефлоновым листом Либо бумагой От самоклеющейся пленки И прижмите И потом когда остынет Снимите бумагу Или тефлоновый лист Жду полного остывания И потом сниму бумагу Остыла Снимаю бумагу Теперь совмещаю Край корешка И линию Которую я отметила Малярной лентой И теперь придерживаю Вот так Приклеиваю Я сейчас же сделаю Немножечко по-другому У меня есть вот такой термоскотч Я им приклею На место Куда мне нужно Корешок И потом уже сверху приглажу То есть буду точно знать Что ничего нигде у меня не сдвинется Накрываю тефлоновым листом Вариант Еще можно вместо паутинки Вот этого всего Использовать просто текстильный клей Я установлю лапку Для соединительной строчки Чтобы ровно прошить Вдоль края корешка КОНЕЦ Вот и готов переплет Аккуратный И внутри И снаружи И везде Вот внутренняя часть Внутри все Швы скрыты Все спрятано Ничего никаких ниток Очень аккуратно И расскажу вам Почему Собственно Сорок три миллиметра То есть Как я считаю На одну страницу Вот здесь Один сантиметр До середины Вытащу один сантиметр С этой стороны Один сантиметр И один сантиметр Вот так до середины Вот этот переплет На одну страницу Плюс я прибавляю Три миллиметра Это у меня толщина страницы Если вы пришиваете бейку Например на один сантиметр Тогда вот этот переплет У вас будет уже Чуть-чуть больше Чем один сантиметр Но так как у меня Бейка семь миллиметров Я прибавляю сюда Два-три Вот у меня как раз Выходит один сантиметр Вот здесь Ну например бейку Вы пришиваете на один сантиметр Допустим вы кроите бейку Четыре сантиметра Тогда Вот этот переплет Уже будет пришиваться Не на один сантиметр А например на двенадцать миллиметров Тогда на каждую страницу Возьмите Двенадцать миллиметров Умножьте на четыре сорок восемь Плюс толщина страницы Получится у вас Вот это число Исходя из которого Нужно рассчитывать Длину внутреннего переплета Для развивающей книжки Вот собственно и все Все таблицы по расчетам Будут в группе В фейсбук Либо в контакте Заходите Смотрите Пользуйтесь И вот и все Вот такой получился переплет Спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok